Видите, здесь на лицо заужение полосы, то есть дорожная разметка у нас сужается. И если автомобиль крупногабаритный, то, соответственно, приходится выходить на соседнюю полосу. Улица Калинина. Островок безопасности появился здесь меньше месяца назад. В теории этот участок земли должен помочь безопасно пересечь многополосную дорогу. На практике же уверяют автоэксперты. Он не так уж и безопасен. И приводят аргументы. Не все знают о том, что их поджидает такая опасность. Соответственно, когда имеет место выйти такой элемент неожиданности, приходит, соответственно, водителю резко реагировать. И если справа, к примеру, будет автомобиль и некуда будет уйти, то человек заедет на этот островок безопасности. А в этот момент на островке на минуточку могут стоять люди. В России уже известны случаи, когда на якобы безопасных островках сбивали человека. Полмесяца назад основатель сообщества Барнаул-22 Алексей Куреленок раскритиковал подобное сооружение на Павловском тракте. Едем просто по своей полосе. Ну просто издалека даже не видно. Ну как можно быть такими рукожопами? На критику ответила мэрия. Якобы это не окончательный вариант. Прошло время. Островки доделали. Нанесли разметку. Но вопросы никуда не делись. В этом месте идет резкое сужение полосы. Автомобилисты начинают маневрировать и тем самым рискуют попасть в ДТП. Да это полный бред, особенно вот в таком виде. Поэтому кто это все спроектировал и подписал, я даже не знаю, что за образование у этого человека. Наверное, максимально не относящееся к безопасности дорожного движения. Довольно-таки опасно. Конечно, лучше сделать подземный или надземный переход. В Барнаульской госавтоинспекции в комментарии отказали, сославшись на занятость. А вот сотрудники ГИБДД Владимира, например, однозначно высказались против таких странных сооружений. Вроде внешне все хорошо, вроде все достойно и так далее. Но, значит, когда на стадии строительства мы говорили, что вы нарушаете стандарты, вы сужаете проезжую часть. Значит, давайте сделаем по-другому. Значит, нас не захотели послушать, не захотели. Вопрос, все ли соответствует стандартам, мы задали и мэрии. Там ответили, разумеется, и разъяснили с подробностями. В среднем мы снизили половину проезжей части всего лишь где-то на 0,5 метра. То есть там ширина нормативной полосы сейчас больше 3,5 метров. Она даже еще больше, чем нормативная. Минимальная полоса при обустройстве островки 3,25. Гост есть гость. Тем более ни одного наезда на островок безопасности не зафиксировано, заявляют представители администрации. Но люди говорят, что это дело времени. Это аварийно опасный островок. Причал для зазевавшихся. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.